Одна из крупнейших бирж намекает на To The Moon XRP. Сегодня мы поговорим об этом, разберем, что же это за намеки, какие цены следует ожидать от XRP в ближайшее время. Также эксперты советуют покупать XRP перед предстоящим ралли, которое будет осенью-зимой этого года. И также мы поговорим о крупных адресах, топ-холдерах XRP в этом году на текущий момент времени, что же это за рич-лист. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы видим, что рынок криптовалют все так же находится в нижнем положении, то есть с момента падения мы не видим то, что он активно восстанавливается, то есть произошел определенный отскок, но восстановление до дамповых позиций мы не видим. То есть Bitcoin так или иначе продолжает торговаться ниже 60 тысяч долларов, XRP продолжает торговаться ниже 48 центов, ну и в целом ряд криптовалют, конечно же, имеют довольно-таки низкий гиапазон с момента падения, то есть они определенно какой-то отскок могут показывать, но не показывать полное восстановление. Что касается настроения на рынке, то сейчас у нас все еще на рынке страх, то есть несмотря на то, что на рынке происходит прямо сейчас отскок или попытка отскока, мы видим, что на рынке все еще присущ страх, и какое-то время я считаю, что мы здесь побудем. И даже Bitcoin, возможно, обновит локальное дно, чтобы, значит, этот страх усилился. То есть если мы говорим про потенциальное снижение Bitcoin, то он может потенциально снизиться ниже 53200 долларов. Если мы говорим про другие altcoins, то я думаю, что эти altcoins, они сделают то же самое вслед за Bitcoin, и, например, у XRP это 38 центов, то есть если XRP снизится ниже 38 центов, то есть определенно здесь ряд холдеров, опять-таки, будут продавать свои монеты в надежде зашортить XRP до, значит, 29 центов. Почему 29 центов? Потому что это дно 2022 года, и, в принципе, ряд криптовалют, они обновили дно, кстати, например, такие как Zcash, EOS, другие монеты, даже аудио, кстати, обновил дно, но ряд криптовалют, они все еще имеют силу, и туда не сходили. Если мы будем говорить про XRP, то, соответственно, мы провели, значит, трендовую линию, сюда вышли, вышли на поддержку, и пока что торгуемся выше 41 цента. То есть если у нас, в принципе, будет восстановление тренда, то, определенно, XRP нужно выйти выше отметки 50 центов, чтобы продолжить восстановление. Оно может быть как быстрым, помпообразным, так и, в принципе, медленным. Но, скорее всего, я считаю, что это будет быстрое восстановление, то есть XRP мигом сходит там в район 66 центов. Именно на этом заработают биржи, поскольку много сейчас кто шортит XRP, и чтобы их вынести, нужно максимально высоко и резко потянуть цену XRP наверх. И если мы говорим про, значит, крупные биржи, то вот одна из них, это Bitstamp, она намекает на то, что To The Moon XRP вполне себе будет, и она, значит, прислала картинку в Твиттере текущим X, то, что они сделали эту фотографию Луна вчера вечером. И довольно-таки очень интересно то, что биржа Bitstamp, в принципе, выделяет из всех криттовалют прямо сейчас именно XRP. Таким образом, возможно, намекая на будущий рост. Об этом, в принципе, уже и говорят забугорные сайты, и, в принципе, обращают внимание на то, что биржа действительно выделила XRP. Также стоит отметить, что, значит, есть и другие новости, то, что без комиссии именно Robinhood объявила, что приобретет Bitstamp в 2025 году. И также недавно, например, биржа Bitstamp, поддерживающая XRP, вызвала некоторые споры после того, как прямо посоветовал своим пользователям сделать ставку на токен, связанный с Ripple на фоне коррекции рынка. Поэтому мы видим, что ряд бирж определенно призывают покупать XRP или намекают на это. Что также нужно отметить, что эксперты советуют покупать XRP перед предстоящим ралли, и, соответственно, здесь показан технический анализ, показан треугольник, который XRP сформировал с 2018 года и по текущий момент времени формирует. И потенциально, действительно, вот если будет резвая развязка в пользу Ripple между Ripple и SEC, то мы можем увидеть довольно-таки интересные вещи, такие как рост XRP. Если мы будем смотреть 0.5 FIB, то, получается, по 0.5 FIB мы достигаем определенной отметки $1.96, но дальше как пойдет. Если мы говорим про богатые кошельки, именно стоит отметить, что, значит, с рыночной капитализацией XRP более 22 миллиардов долларов является одной из крупнейших капиталов в обращении. Также здесь выявлено несколько адресов, на которых хранится огромное количество монет, и здесь, соответственно, есть 10 крупных держателей, значит, на момент текущий 2024 год. Что стоит отметить, что, значит, под данным CoinMarketCap на состояние текущее общее количество XRP в обращении составило более 55 миллиардов. Также здесь, если мы говорим про активные аккаунты, то это 5 миллионов 234 тысячи 627. Также стоит отметить, что анализ богатого списка XRP выявил в несколько адресов, на которых хранится огромное количество цифровой валюты. И также здесь анализ показывает, что 10 крупнейших держателей токенов контролируют 41% от общего количества токенов, в 100 крупнейших держателей более 73%, кстати, от общего количества токенов. То есть, если мы говорим про 10 крупных держателей, то они контролируют 41%, а если мы говорим про 100 крупных держателей, они контролируют более 73% от общего количества токенов. Крупнейшие адреса XRP топ 100 связаны с известными биржами, включая Ripple, Binance, Abhold, Bitbank и Kraken Соответственно, Kraken, американская биржа, Binance, я думаю, что там и американские подразделения тоже держат XRP Abhold Поэтому, в принципе, здесь речь идет о том, что биржи также верят в XRP, поскольку, если бы они это не делали, то, скорее всего, XRP у них уже и не было Но и стоит отметить, что на биржах XRP из всех криптовалют у него остается высокая ликвидность То есть, если вы захотите продампить цену, например, купив 250 тысяч XRP, или полмиллиона XRP, или миллион XRP, вы этого не сделаете Но максимум, куда сдвинется цена, это на полцента, и то навряд ли Что также нужно отметить, что эти централизмные биржи и криптокредиторы держат монеты XRP на сотни миллионов по нескольким адресам от имени своих клиентов Запасы XRP на большинстве бирж обычно представляют собой депозиты клиентов, хранящихся в резервах Что может быть причиной того, что Binance контролирует большинство монет XRP Но, вечно, я не рекомендую хранить XRP на биржах Есть для этого аппаратный кошелек Trezor, отлично подходит Ну, или мобильный кошелек, если вы пользуетесь мобильными кошелеками, доверяете им Это, значит, Xamon, бывший XSUM Кошелек тоже довольно-таки интересный Также Ripple, ее основатель компании, также владеет значительным количеством XRP Шепо распространено мнение, что несколько крупнейших адресов принадлежат основателям и руководителям Включая Крис Ларсена, совместитель и бывшего генерального директора И Брэда Грэнхауса, нынешнего генерального директора Ну, если вот мы говорим про 10 холдеров в этом году То мы видим, что у них, видимо, соответственно, здесь так и написано, что Owner, собственник, это Ripple У Ripple по 5 миллиардов монет, они, эти кошельки разбиты На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кошельков Но вот эти последние 2, 7 и 8, они имеют по 3 миллиарда монет Дальше у нас на 9 месте тоже компания Ripple На 10 тоже Ripple и они уже имеют меньше 2 миллиардов монет Поэтому, в принципе, компания Ripple, она все еще остается крупнейшим держателем Да, и, в принципе, здесь ничего такого нового, я думаю, что вы не узнали Хотя я почему-то думал, что все-таки биржи будут тоже в топ-10 Но их нету Ну, вот такие дела Также стоит мне, что Критаюист опровергает утверждение о том, что XRP является ценной бумагой Ну, в принципе, здесь речь говорит о том, что он сравнил деятельность Ripple с деятельностью Solana Утверждает, что дело Solana отличается тем, как она использует свою родную криптовалюту Sol И также он раскритикал фирму за то, что она не работает с сообществом XRP для процветания экосистемы Он ставил на том, что разработчики Ripple должны быть активно взаимодействовать Именно с сообществом XRP, заявляя, что имеющиеся данные показывают, что разработчики имеют решающее значение Ну, на самом деле, вот вчера мы говорили про, значит, Дэвида Шварца, сети у Ripple О том, что, в принципе, как он сказал, да, то, что XRP может стоить и 1 доллар, а может стоить и миллион долларов Суть от этого не меняется, то есть, важно то, что делает XRP, да Если вам нужно перевести, там, тысячу долларов, вы берете, покупаете XRP по любой цене и делаете это быстро, дешево и надежно Если же мы говорим про определенный рост, то я считаю, что рост токена нужен, чтобы все больше и больше людей вклинивалось в, значит, комьюнити XRP, да Чтобы больше людей приходило, чтобы больше людей интересовалось этой монетой, да Также компания Ripple, потому что, если человек интересуется автоматически токеном XRP, он автоматически интересуется и компанией Ripple, которая его создала И, соответственно, человек так или иначе погружается в эту тему CBDC и так далее Транзонничных платежей Но, так как, в принципе, XRP не взлетает, да, то есть, так или иначе, людей здесь меньше в этом комьюнити И также XRP сталкивается часто с критикой о том, что, в принципе, он не растет Ну, хотя, по сути, вот некоторые люди говорят, что он не рос, в принципе, в 21-м году, но по факту он рос, да И он вырос, там, значит, тысячи процентов, в то время, когда его стоимость минимальная была, там, 11 центов Максимальная была доллар, там, 96, да, то есть, это даже больше, чем тысячи процентов Поэтому здесь я бы не согласился о том, что он не растет, но и в то же время, в принципе, вот на текущий момент времени Нужно, чтобы люди, конечно же, узнавали о критикойном активе И если бы XRP как-то шел против рынка, против биткоина, показывал бы свою независимость То я бы считаю, что у множества людей было бы, действительно, понимание того, что это что-то будущее, да То есть, это что-то, что не зависит от биткоина и это что-то, что, действительно, может в будущем стоить огромные деньги И, кроме того, это принесет пользу, то есть, не в том, что оно будет стоить огромные деньги А в том, что это будет либо резервная валюта, либо это будет, в принципе, больше валюты по трансграничным платежам Либо это будет валюта, которая будет, там, первая на XRP ETF, да Но, на самом деле, мы видим, что есть Ethereum ETF, да, но после Ethereum ETF, XRP ETF и так далее, там, подобное IPO, то есть, это все бы людям было бы интересно Но, так как цена пока что стоит на месте, понятное дело, что люди не интересуются Интересуются только тогда и заходят в криптовальный актив, когда он растет Никто, в принципе, не покупает, когда это падает и падает и падает и падает Поэтому, на самом деле, стимул покупок, он не обусловлен, то есть, он практически минимальный Вот такие дела Поэтому, подводя итоги, что мы можем сказать, то, что по XRP пока что я держу позицию Меня, действительно, сейчас не удовлетворяет цена XRP 43 цента с точки зрения, чтобы усредниться То есть, ну, был XRP, там, 47 центов, стал 43 цента Практически изменений никаких нету в цене, почти, да То есть, если бы он был ближе к 30 центам, тогда можно было бы, в принципе, говорить о усреднении Поэтому я пока что ожидаю, ожидаю, возможно, в июле Вот, у нас 13 июля будет, там, через 5 дней Возможно, что-то будет интересное на эту дату Ну, а за мой перспектив, с вами еще пока, и до встречи Субтитры сделал DimaTorzok